В начале 20 века Альберт Эйнштейн радикально изменил наше понимание Вселенной. Его новаторская работа преобразила наше восприятие самой ткани реальности. Теория относительности представила головокружительную идею «время не абсолютно». Оно относительно. Эта идея бросила вызов векам научной мысли и открыла новые горизонты возможностей. Это означает, что время может течь с разной скоростью для наблюдателей, движущихся относительно друг друга. Например, человек, путешествующий в быстро движущемся транспортном средстве, будет ощущать время иначе, чем тот, кто стоит неподвижно. Это явление известно как замедление времени. Это захватывающее следствие природы, пространства и времени. Представьте себе двое одинаковых часов. Они начинают тикать одновременно, идеально синхронно. Одни часы остаются на Земле, отсчитывая секунды, минуты и часы, как мы их знаем. Другие часы летят с огромной скоростью в космосе, на борту космического корабля, бороздящего простору Вселенной. Теория Эйнштейна предсказывает, что часы в движении будут идти медленнее, чем часы на Земле. Это не просто теоретическая идея. Она была подтверждена многочисленными экспериментами. Эта разница в измерении времени не вызвана какими-либо механическими неисправностями. Часы работают идеально. Это фундаментальное свойство самого времени. Время, как мы его понимаем, пластично и может растягиваться или сжиматься в зависимости от обстоятельств. Замедление времени происходит потому, что скорость света постоянно для всех наблюдателей. Независимо от того, как быстро вы движетесь, свет всегда движется с одной и той же скоростью. Это может показаться нелогичным, но это было подтверждено бесчисленными экспериментами. Ученые испытывали и перепроверяли этот принцип, и он всегда работает. Постоянство скорости света имеет глубокие последствия для нашего понимания пространства и времени. Оно заставляет нас переосмыслить понятие расстояния и длительности. Это означает, что время и пространство взаимосвязаны. Они образуют единый четырехмерный континуум, известный как пространство-время. Это не отдельные сущности. Напротив, они взаимозависимы, влияя друг на друга способами, которые одновременно неуловимы и глубоки. Эффекты замедления времени становятся более выраженными по мере того, как объект приближается к скорости света. На этих экстремальных скоростях время может замедляться драматически. На повседневных скоростях эффекты незначительны. Мы не замечаем замедления времени в нашей повседневной жизни, потому что движемся слишком медленно. Однако на скоростях, приближающихся к скорости света, замедление времени становится значительным. Оно может растягивать секунды в минуты, минуты в часы, и его больше нельзя игнорировать. Понимание этого явления имеет решающее значение для будущих космических путешествий и исследования Вселенной. Чтобы понять замедление времени, нам нужно понять концепцию систем отсчета. Это фундаментальная идея в теории относительности, которую представил Альберт Эйнштейн. Система отсчета — это просто та точка зрения, с которой наблюдатель видит мир. Она может быть неподвижной или движущейся, и она влияет на то, как мы воспринимаем время и пространство. Представьте, что вы стоите на платформе и смотрите, как поезд подъезжает и проезжает мимо. Вы находитесь в одной системе отсчета, наблюдая мир с фиксированной точки. Пассажир в движущемся поезде находится в другой системе отсчета. Он воспринимает мир с движущейся точки зрения. Теперь представьте себе луч света, идущий от потолка вагона к полу. Этот луч света является ключом к пониманию замедления времени. С вашей точки зрения на платформе луч света проходит большее расстояние, чем с точки зрения пассажира в поезде. Эта разница в воспринимаемом расстоянии является ключевой. Это происходит потому, что луч света движется не только вертикально вниз, но и горизонтально вместе с движением поезда. Сочетание этих движений создает диагональный путь. Поскольку скорость света постоянно, и свет проходит большее расстояние в вашей системе отсчета, вы бы измерили большее время для света, чтобы пройти от потолка до пола, по сравнению с пассажиром. Это большее время является прямым следствием увеличенного расстояния. Это разница в измерении времени, когда время, кажется, замедляется для движущегося наблюдателя, и есть суть замедления времени. Оно показывает, что время не абсолютно, а относительно, в зависимости от системы отсчета наблюдателя. Эта концепция имеет глубокие последствия для нашего понимания Вселенной. В контексте относительности особое значение имеет собственное время. Собственное время — это промежуток времени, измеренный наблюдателем, находящимся в состоянии покоя относительно измеряемых событий. Это время, которое испытывает наблюдатель, находящийся в месте событий. Представьте себе часы, движущиеся с постоянной скоростью. Время, прошедшее на этих движущихся часах, измеренное кем-то, кто движется вместе с ними, является собственным временем. Это происходит потому, что и наблюдатель, и часы находятся в одной и той же системе отсчета. Они не движутся относительно друг друга. Собственное время имеет решающее значение для понимания замедления времени. Оно служит основой, с которой мы сравниваем интервалы времени, измеренные другими наблюдателями в относительном движении. Интервал времени, измеренный наблюдателем, движущимся относительно событий, всегда будет больше, чем собственное время. Мионы, субатомные частицы, образующиеся при взаимодействии космических лучей с атмосферой Земли, предоставляют убедительные доказательства замедления времени. Мионы имеют очень короткий период полураспада. Они быстро распадаются. Согласно классической физике, очень немногие мионы должны достигать поверхности Земли из-за их короткого времени жизни. Однако мы наблюдаем гораздо больше мионов, достигающих поверхности, чем ожидалось. Это несоответствие объясняется замедлением времени. Мионы движутся со скоростями, близкими к скорости света. Время замедляется для них по сравнению с наблюдателем на Земле. Это означает, что с нашей точки зрения мионы живут дольше. У них есть больше времени, чтобы пройти большее расстояние и достичь поверхности, прежде чем они распадутся. Это наблюдение дает ощутимые доказательства в поддержку концепции замедления времени. Оно подчеркивает его влияние на объекты, движущиеся с релятивистскими скоростями. Глава пятая. Ориентируясь в относительности. Подход к решению задач. Решение задач, связанных с относительностью, требует определенного подхода. Нам нужно внимательно рассмотреть задействованные принципы. Во-первых, избегайте округления чисел во время вычислений. Даже небольшие отклонения могут существенно повлиять на конечный результат. Округляйте только в конце, чтобы сохранить точность. Во-вторых, всегда проверяйте разумность вашего ответа. Имеет ли смысл рассчитанное значение в контексте относительности? Например, убедитесь, что рассчитанные скорости не превышают скорость света. Убедитесь, что релятивистские явления соответствуют ожидаемым результатам, таким как замедление времени, а не его ускорение. Наконец, помните, что релятивистские эффекты становятся все более значительными по мере того, как скорости приближаются к скорости света. На повседневных скоростях эти эффекты часто незначительны. Однако, когда мы имеем дело со скоростями, близкими к скорости света, принципы относительности должны применяться для точного описания и предсказания физических явлений. Глава шестая. Замедление времени в действии – пример высокоскоростного транспортного средства. Давайте рассмотрим пример замедления времени, используя в качестве примера экспериментальный высокоскоростной летательный аппарат HTV-2. Двигаясь со скоростью 21 тысячи километров в час, HTV-2 предоставляет сценарий для сравнения интервалов времени, измеренных часами на борту и наблюдателем на Земле. Несмотря на свою высокую скорость, скорость HTV-2 все еще значительно ниже скорости света. Применяя формулу замедления времени, разница в измерении времени между часами на борту и земными наблюдателями рассчитывается как чрезвычайно малая – около 1,8 д.9 сети, 10 ер – 10 секунды на каждую секунду. Этот пример показывает, что, хотя замедление времени является реальным явлением, его эффекты незначительны на скоростях значительно меньших скорости света. Он подчеркивает важность учета величины скорости при оценке практических последствий релятивистских явлений. Глава 7. Мионы на скорости света. Впечатляющая демонстрация замедления времени. Давайте рассмотрим более экстремальный пример замедления времени, включающий мион, движущийся со скоростью 95% от скорости света. Эта крошечная частица мион является идеальным кандидатом для демонстрации поразительных эффектов замедления времени из-за ее невероятно высокой скорости. Время жизни миона, измеренное в его собственной системе отсчета, составляет 2,20 микросекунды. Это означает, что если бы вы путешествовали рядом с мионом, вы бы увидели, как он распадается чуть более, чем за 2 микросекунды. Как долго наблюдатель на Земле будет измерять время жизни миона? Этот вопрос приводит нас к сути замедления времени, и последствиям путешествия с релятивистскими скоростями. Из-за высокой скорости миона, релятивистские эффекты становятся значительными. Чем быстрее движется мион, тем более выраженными становятся эти эффекты, искажая наше восприятие времени. Применяя формулу замедления времени с использованием фактора Лоренца, гамма, 3,20, время жизни миона, наблюдаемое с Земли, рассчитывается как 7,75 микросекунды. Это означает, что с нашей точки зрения мион живет более чем в 3 раза дольше, чем он жил бы в своей собственной системе отсчета. Этот пример подчеркивает, что по мере того, как скорости приближаются к скорости света, замедление времени становится все более значительным. Чем ближе объект подходит к скорости света, тем больше кажется, что время растягивается. Время жизни миона кажется значительно большим с точки зрения Земли из-за его высокой скорости. Это явление является прямым следствием принципов, установленных теорией относительности Эйнштейна. Это подчеркивает драматическое влияние релятивистских эффектов на восприятие времени на скоростях, приближающихся к скорости света. Это служит ярким напоминанием о странной и замечательной природе нашей Вселенной, если смотреть на нее сквозь призму современной физики. Глава 8. Парадокс близнецов. Головокружительное исследование времени и старения. Парадокс близнецов, мысленный эксперимент в специальной теории относительности, исследует сложные последствия замедления времени для старения человека. Представьте себе двух близнецов.